Здравствуйте Михаил. Здравствуйте Светлана. Рад вас видеть снова. Да, спасибо. Вам очень идет это платье. Ну это не платье, это пиджак, но это не важно. Это пиджак, а отсюда видно как платье, я вижу, что тут кусочек у вас. Так, ну хорошо. Значит, у нас сегодня, мы продолжаем нашу тему, учитывая, что люди так заинтересовались, ждут продолжения. Мы начнем с того, что немножечко поговорим буквально несколько слов о тех вопросах, которые нам задали по поводу препятствий. Давай. По поводу препятствий принятие решения немножко такое. Значит, я не буду зачитывать эти вопросы. Единственное, что я скажу, что два вопроса, которые нас заинтересовали. Один вопрос был связан с прохождением интервью, но не было указано детали, поэтому мы считаем, что человек такой не очень долго работает в этой профессии, иначе какие бы у него были условия с прохождением интервью, да? И он говорит, вот первое не проходит, второе не проходит, третье, четвертое. Дальше он говорит, может сменить направление? Ну, человек, который работает в профессии, у него, может, и закрадывается такое сомнение, тогда до того, как начинает проходить интервью, тогда, когда его уже не берут. Вот, сменить направление или все-таки долбить и продолжать? И второй вопрос нам пишет человек, что пять лет подряд он приезжает в Америку с целью здесь остаться. У него обстоятельства, он не хочет оставлять пожилых родителей, поэтому политическое убежище для него неприемлемо. Он хочет приехать в Америку, остаться пять раз, он приезжает, очевидно, на полгода, это то, насколько дают визу, и пять раз у него ничего не получается. Он говорит, может быть, это знак, что мне не нужно ехать в Америку. Вот такие две противоположные точки зрения. Один говорит продолжать, другой говорит, не нужно ехать. Ну, что бы я хотела сказать? Я пару слов скажу, да? Значит, мне кажется, что здесь очень важно различать препятствия или знаки, которые нам в жизни расставляют, от просто выполнения домашнего задания. Вот ученик в школе сделал домашнее задание, его вызвали в доске, он получил хорошую оценку, а не сделал, он получил плохую оценку. И получается такая штука, что вот это мне больше напоминает получение оценок. Вот. И первый случай, говорит, я прошел там четыре интервью и не прошел их. Мы не знаем, по каким причинам не прошел человек интервью, да? Может быть, он просто плохо отвечал на вопросы, ему нужно немножко поработать и отвечать на вопросы лучше. Может быть, ему нужно какие-то задачки порешать, если ему задают. То есть я не вижу здесь вклада самого человека в фактически управляемую ситуацию. Есть ситуации, которыми мы не управляем. Я вот не знаю, кстати, в 2003 году, когда мы последний раз были в России, как раз по поводу тестирования, там брали на работу тестером не старше 33 лет. То есть это был возрастной ценз. И в резюме нужно было писать, сколько тебе лет, и если ты старше 33, то тебя даже вообще не рассматривали. Это некоторая объективная преграда, которая существует. И то, я бы не сказала, что это жизнь ставит, да? Некоторая система общественная ставит. Ну, по крайней мере, может быть, что да, это препятствие, и дальше ты уже думай. Если ты уже такой старый, что ты не можешь устроиться на работу тестером, то может тебе бизнес свой открыть. Ну, это я условно говорю. Вот. Но если ты плохо проходишь интервью, то, значит, тебе нужно больше готовиться. Аналогично второй вопрос. Где товарищ говорит, что он 5 лет приезжает в Америку и не может здесь остаться? А, пардон, а чем вы приезжаете в Америку? Вы приезжаете в Америку в надежде здесь что-то такое найти? Возможностей пути или не тратится не так много. Если мы исключаем политическое убежище, остается только жениться, выйти замуж, или H1B, или J1. Собственно, выбора не так много. Все эти три... Ну да. Извините, я прерываю, мужчин в Америке нынче больше выбора. Раньше выбор только жениться. А сейчас можно еще и выйти замуж в Америке мужчине. Поэтому выбора стало чуть больше. Но в любом случае все эти отношения нужно оформлять, не оформлять, а начинать хотя бы заранее. Сидя дома, никуда не выезжая, не тратя тех 6 месяцев визы, которые существуют. То есть вопрос не проработан совсем. Человек приезжает здесь, тусуется полгода, а потом говорит, а может мне не судьба сюда эмигрировать. Ну, может и не судьба, если как бы вот такой подход. То есть я за выполнение домашнего задания. И у меня в жизни было много ситуаций, когда мне нужно было что-то такое делать. И я себя спрашивала, что я могу сделать в этой ситуации. До какого момента вот эта ситуация управляема мною. Я не Господь Бог, я не могу всем управлять. Но до какого-то предела я могу. Значит, я делаю все, что я могу. После этого я себе говорю. И это тоже очень важно. Я себе говорю, я сделала все, что могла. И после этого нужно расслабиться, ситуацию отпустить, и все замечательно. Ну, и дальше уже универс нам дает какие-то свои отклики. Вот это у меня такой подход. А теперь я хочу послушать, что вы скажете с профессиональной точки зрения нашего зрителя. Ну, я с вашим подходом согласен. Действительно, в какой-то части, можно сказать, если человек проходит интервью много раз и неуспешно, то, наверное, что-то он там не доделывает, не дорабатывает. И бывает такое, человек поступает в институт, один раз не поступил, второй раз, третий, пятый, а на шестой раз поступает, он этого достиг, добился, что-то изменил. Вопрос в том, а он на своем пути-то вообще находится или нет. Поэтому я вот с моей модельки начал бы немножко с другой стороны. Действительно ли то, к чему человек стремится, это то, что его, по-настоящему его, это то, от чего его прет. И это очень непростой вопрос к себе, на самом деле, и на него непросто честно ответить. И я много чего в жизни делал, что мне казалось, что да, это мое, у меня это хорошо получалось, и я много что умею, но реально прет меня от того, чем я занимаюсь сейчас. То есть меня прет от проведения тренингов, меня прет от написания книг, от работы с людьми индивидуально. Это то, от чего я оттащусь, получаю кайф, и я это готов делать за деньги, иногда я это делаю бесплатно, когда нужно. Меня сразу от этого прет. И я бы посоветовал нашим обоим собеседникам, которые вопросы задавали, обратиться внутри себя и спросить, это правда тот путь, который я чувствую, что оно мое, ни за что его не отдам. Или я готов свернуть после двух, после трех неудач. Потому что мы же с вами обсуждали, что есть знаки, которые нам указывают на что-то. И сейчас мы чуть подробнее поговорим про это, про трудоустройство, про собеседование, про разные страны. И это, возможно, препятствия, которые просто стоят мертвы, и человек никогда это препятствие не перейдет. Но обычно такие ставят жизнь нам не на нашем пути. Я не верю в том, что на пути, которые наши, которые соответствуют нашему предназначению, тому, где мы можем быть реализованы полностью, что там препятствия непреодолимые. Это все же больше как знаки. Но когда мы начинаем блуждать по этому лесу, когда мы уходим с нашего собственного пути, то тогда жизнь может быть к нам очень жесткой и нас обламывать раз и снова, и снова, и снова. И поэтому вечный вопрос такой, это препятствие, оно чтоб меня остановить, или это некое задание, которое я, как вы сказали, не выполнил, не доделал, что-то, да, мне чему-то надо. А как это понять-то, или-или, тоже-то это довольно сложный отрос. Поэтому начать с первого этапа, это то, действительно ли это мой путь. Вот я так хочу стать. Кем там человек хотел устроиться на работу? Он не говорит кем, он говорит просто, например, ищем работу. Например, ищет работу, да. В какой-то области, да. Ну хорошо, а как понять, вот это его или не его? Это же тоже нужно какой-то, ну, чем он понимает? Вот я вам скажу так, когда я была еще очень юная, я работала в какой-то организации, и я говорила, боже, как мне не нравится здесь работать, это просто какой-то кошмар. А чем бы я хотела заниматься? А я не знаю, чем бы я хотела. Но я знаю, чем бы я точно не хотела. Да, то есть, потому что люди молодые, у них еще нет такого большого экспозера, да, к жизни. Они еще не пробовали первое, второе, третье, они еще не знают, что им понравится, они не могут это сформулировать, но они один за другим отметают, ага, вот это я попробую, вот мне не нравится, это мне не нравится, это мне не нравится. Где-то нащупывают какие-то вот свои пути. Поэтому как понять, вот мое это или не мое? Есть такой метод, называется целевой слайд. Это некая картинка про наше будущее, которое мы крутим в голове и представляем, как мы в нем живем, чем занимаемся. Например, можно про какую-то работу составить такой целевой слайд. Слайд это не просто картинка, да, это кино такое динамическое. И если я представляю какое-то время, каждый день себя вот в этой новой ситуации, будущей, я работаю на таком-то месте, выполняю какие-то обязанности, как-то развиваюсь, и мне это представляется легко, мне это представляется с радостью, то есть я рад об этом думать, рад об этом мыслить, у меня получается интересное кино, оно обрастает какими-то подробностями. Ну, так, у меня два-три, я это представлял. Это косвенный, но признак того, что эта вещь мне близка, если она обрастает интересными деталями, если меня, ну, просто от этого представления как-то вот, ну, я уже сказал, прет. Бывает так, что мы начинаем представлять себя, вот я занимаюсь этим, и картинка пустая, нету в ней энергии, она не вызывает отклика у нас в душе, она состоит больше из каких-то отдельных слов, которые мы себе придумали раньше. А живости не появляется. Вот я считаю, что в момент, когда мы об этом думаем, когда мы представляем, мы получаем некий отклик нашей, ну, души, что ли, на нашу правильную цель, на то, что действительно наше на нашем пути, наша душа говорит «да». И это чувствуется внутри, ну, вот всей этой полнотой, да, когда нас насыщает, наполняет, ну, да, вот я хочу об этом думать снова и снова. А бывает, наоборот, человек себе сказал, я хочу там заниматься бизнесом и зарабатывать деньги и начинает это представлять, а нету картинки, нету целостного кино, нету какой-то внутренней поддержки и обрывочное, получается, представление. И тогда возникает вопрос, а это моя ли цель? Или я ее взял откуда-то? Или, может, эта цель моя, она идет из ситуации, в которой я нахожусь? Человек, у которого мало в жизни денег, он мечтает как можно больше денег заработать. Вот это инструмент, это практичная штука. Тут есть маленький нюанс, знаете, какой? Да. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. И на самом деле люди, у которых есть идея, да, с молодых лет, они могут ее обсасывать и представлять и так далее. А я вспоминаю свое детство, у меня не было никакой идеи. Я пошла в тот институт, куда меня брали, без всяких этих самых закитонов, я уехала из Киева в Москву, мне было как бы все равно, не было у меня такой идеи. И постепенно, постепенно взрослее, я просто понимала, что я делать не хочу. Вот идеи «хочу» у меня не было. Более того, когда я поступала в аспирантуру, да, мой супруг говорил, «Ты что, ты идешь в аспирантуру, чтобы защитить диссертацию? У тебя нет научной идеи, вот которой идти?» Я говорю, «Нет, идеи нет, я просто хочу предконтактного наука». Вот так. Это немножко не из той оперы, это немножко не та идея, которая… Но мне вот именно хотелось процесс этого, понимаете? То есть я думаю, что очень многие люди, в особенности молодые, она смотрит молодые люди, у них нет вот такой сногсшибательной идеи. Им бы понять, где эту идею подхватить. И, собственно, то, что мы сегодня делаем, наверное, заставляет их мозги крутиться, и, может быть, им такая идея придет. Но вот когда ее нет, ты только понимаешь, вот это не хочу, вот это не хочу. А где хочу взять, непонятно. Поэтому я не могу так совсем согласиться. Я к этой ситуации отношусь чуточку по-другому. Когда человек знает, чего не хочет, а чего хочет, мне всегда кажется, что это уже… Не то, что тяжелый случай. Этот человек уже немножко заблудился. Потому что в такой ситуации у людей иногда появляются цели, связанные с уходом от чего-то. Когда спросишь женщину, которая, не знаю, 30-35 лет, чего она хочет, она говорит, я не знаю, чего я хочу, но я точно знаю, чего не хочу. Я не хочу мужа, с которым мне, значит, скучно. Я не хочу безденежья. Я не хочу каких-то детей неадекватных. Я не хочу неинтересной работы. И по ее «не хочу» понимаешь вообще, какой она тяжелый путь в этом месте прошла, во всех этих ситуациях. От чего ты хочешь? А она говорит, я не знаю. Я вот от этого всего хочу избавиться. А дальше будет видно, да. Да, дальше будет видно. К сожалению, по моему опыту, такой подход отработает чаще всего плохо. И это не про вашу историю, что вы хотели там аспирантуру и так далее. Для вас было интересно движение, для вас было интересно какой-то рост. Может быть, даже не так важно было. Какой-то, да. Какой-то, да. Какой-то рост, какое-то движение, получение знаний, соотнесение себя с миром, больший контакт с жизнью, с людьми. Поэтому, даже если ваша цель так вот не была, как слайд обозначена и проговорена, для меня она какая-то прозрачная и понятная. Она цель про будущее. А вот цель, которая вырастает из того, что я не хочу, это цель про прошлое. И это очень важный принцип, чтобы мы обращались к целям, к этому слайду, только глядя вперед в будущее, а не уходом от того, что нам не нравится. Ну, это очень здорово. И я бы тут сказала, что людям нужно, в Миши есть ключевое слово, которое по-мглийски называется exposure, по-русски я даже затрудняюсь, как это сказать, попробовать себя в разных направлениях, наверное, как-то так, да? Потому что чем больше ты перепробуешь, тем больше ты поймешь, что тебе больше нравится. Маленькие дети, например, говорят, кем ты хочешь быть? Они говорят, учителем или доктором. Почему? Потому что они видели этих людей вокруг себя, пожарников, ну, какие-то самые очевидные вещи. Они не скажут нам, тестером программного обеспечения, что они понятия не имеют, что это такое. Поэтому больше exposure, которое даст возможность это потрогать. Да, ну, хорошо. А сегодня у нас, мы так, закончили с препятствиями немножко, да? Ну, давайте плавно перейдем. Плавно перейдем. Вы так и заявили очень такую тему насчет, что-то с событиями там связано. Как вы хотите озвучить ее? А какое значение имеет события в нашей жизни, наверное? Такая вот тема. И я этим занимался давно, и какие-то новые идеи ко мне пришли буквально, ну, не знаю, может быть, неделю или две назад. Поэтому такая живая тема и в собственной жизни. Для меня она звучит так. Есть одна ошибка, ошибка нашего мышления, которую мы совершаем всю жизнь. Эта ошибка, она неврожденная, она все-таки приобретенная. Нас этому научили. Научили наши родители, значит, мы взрослые. Они этому научились у кого-то там раньше. Мы привыкли думать, что события, которые с нами происходят, они не просто влияют, а они жестко обуславливают события, которые будут с нами впереди. Это касается того же самого трудоустройства. Мы можем сегодня обсудить те же самые примеры. У нас есть в этом месте жесткая связь. То есть, ты что-то потерял, значит, у тебя этого не будет, ты чего-то не получишь. Отношения испортили, значит, ты будешь один и так далее. И это иллюзия. Это иллюзия события, которое с нами произошло, некое событие внешнего мира. Оно, каким бы ни казалось нам тяжелым, страшным и что-то обуславливающим, на самом деле это не совсем так. Или что-то уволили с работы, какую он видит дальше картинку впереди. Хорошо, давайте я немножко уточню здесь, потому что тут нуждаются уточнения. Значит, события разные бывают. Допустим, бывают события, я очень хочу услышать определение понятия события, потому что, допустим, бывают события, которые связаны причинно-следственной связью. Если человек порезал палец, у него течет кровь, и тут как бы трудно ожидать, что у него не будет пореза, если он уже порезался. Но это процесс физического тела. Опять же, тут пример с уроком. Если ты урок не выучил, и тебя вызвали, и ты не знаешь, что ответить, то ты получишь плохую оценку. Может быть, выкрутишься. Хорошо, неочевидно. Согласна. Бывает интересный момент. Например, в Советском Союзе, когда мы жили, мы поступали в институт, у нас был проходной балл. И все было достаточно очевидно. Набрал определенное количество баллов, тебя зачислили. Не набрал, не зачислили. Здесь в Америке система другая. Здесь люди подают заявление сразу во много университетах, и берут или не берут, независимо ни от чего. И вот это вопрос, мы выполнили домашнюю работу на одинаковом уровне. То есть мы сделали все, что могли. Наши самые лучшие усилия предприняли. А нас берут или не берут, и мы над этим не властны. И может быть любой результат. То есть вот здесь понятно, да, мы не контролируем. И может быть тот вуз, который мы хотим, нас не берут, а тот, который мы меньше всего рассчитывали, нас берут. И наоборот. Поэтому вы можете определить события, какой смысл вы вкладываете в это? События – это то, что с нами произошло. В данном случае я говорю не о каком-то нашем внутреннем процессе, а человек шел, шел, упал. То же самое, порезал палец, заболел в какой-то момент, когда нужно было на следующий день что-то делать важное и так далее. Вот такого рода события. Но все ваши примеры, они для меня относительны. И про порезанный палец и так далее. Давайте тогда. И у меня было много интересных ситуаций в жизни. Я помню, как я когда-то зимой шел по такой ледовой дороге, я нес сумки с продуктами, у меня были там стеклянные банки, стеклянные какие-то бутылки, они были жутко тяжелые. Я был так по зимнему одет, немножко неуклюже шел. И вдруг я, даже я не поскользнулся, я оступился. И я сделал какое-то резкое движение, такой рывок. Я прямо как подлетел в воздух, старался это все сохранить, значит, то, что я нес, как-то приземлился удачно, приземлился неудачно. То есть я вот так вот всем телом, прямо мордой об землю, значит, эти вот сумки с бутылками, все. И я лежу, я жив, мне главное остаться живым, ну их нафиг эти все банки, бутылки. У меня первая мысль, а что сломано? Я начинаю тихонечко подниматься, так вот собираю руки, ноги, вроде все стоит, даже нигде ничего не больно. Я смотрю в эти сумки, там все целые бутылки, там все целые банки. У меня ощущение, что то ли я сплю, то ли я пьяный, я понимаю, что этого не бывает, что при таком вот ударе, когда это все, значит, размах вот так вот хрястнуло в землю, я стоял на улице, перевел в этих пакетах, я не нашел там ничего поврежденного, я дошел до дома, мне ничего не болело, и я рассказал эту ситуацию жене, она так тоже удивилась, и это было лет, может, 10 назад, и так обычно везет пьяным. Да, 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 я слышал, потому что тело расслабляется, и они не повреждены никакие. Да, не был я пьяный, я шел домой, к беременной жене, или только с маленьким ребенком, вот, поэтому бывает все, бывает палец сильно порезал, смотришь, а не так сильно, и так далее. Поэтому вот для меня нет однозначных событий, однозначные события – это смерть. Тоже бывает, конечно, человек думает, умер, а он умер, но сейчас, чтобы не лукавить, давайте в эти дебри не лезть, если человек умер, то все, он не управляет больше ничем. Но если происходят события какие-то, связанные с отношением, связанные со здоровьем, связанные с какими-то потерями, экзаменами, с собеседованиями, то еще это ничего не означает. И бывает так, что человеку отказали на собеседовании, и человек сумел на это дело правильно среагировать. А то, чем я занимаюсь, обучая моих студентов, клиентов, это навыком правильной реакции на разные события. И человек приходит домой, на это реагирует правильно, и ему звонят и говорят, вы знаете, мы вас берем. И у меня такое было не раз с людьми, которых я готовил к разным, к собеседованиям, к конкурсам, еще к чему-то. То человеку отказывают, и говорят, что у нас есть другой претендент, ярче. И при правильной реакции человек может с значительной вероятностью достичь того, чтобы ему позвонили и сказали, что ситуация изменилась. Потому что мир динамичный и все меняется. И мы на него влияем гораздо больше, чем нам кажется. Но влияем мы только в одном случае. Если мы разрываем жесткую связь в нашем сознании прошедшего события с будущим событием. То есть, если мне на собеседование в этой компании сегодня отказали, то обычно для меня означает, что я в этой компании работать не буду. Это не факт. Это не факт. И вот в последней группе, сейчас я только закончил интернет-тренинг управления событиями, женщина описывает свой опыт с дочкой. Она обучала этим инструментам свою дочь. И та заканчивала сейчас школу и хотела поспать в институт. И там экзамен должен быть, который она, ну, к которому она не готова там. Сейчас я уже не очень точно помню всю эту систему, СИГ. И она это знала давно, что это не тот экзамен, по которому она должна идти. Ну, и стала быть ситуация какая-то в минус. И не помню, я уже сколько времени прошло, может быть, несколько недель, как она этим инструментом стала пользоваться. И женщина расскажет, вдруг прибегает дочь, приносит новый справочник. И в этом справочнике написано, что в этом вузе, на этом факультете, другой экзамен, к которому эта девушка готова. для большинства людей это просто совпадение, удачное совпадение. Ну, справочник печатался давно и так далее. Для меня же это разруливание ситуации. В данном случае больше не очень разночено. Да, у меня таких ситуаций миллион по жизни. Это точно. Это точно мы, безусловно, влияем при правильном поведении. Да, при правильном поведении. Отношении, да. Вот даже здесь поведение, поведение обычно это наши действия. Действия нужны. И, несомненно, действия запускают процесс какого-то движения по жизни. Но главное здесь не действие. Здесь главное правильное отношение. Поэтому я бы для таких ситуаций сформировал бы отношения так. После какой-то неудачи, после отказа на собеседование очередного, первого или двадцать первого, после неудачной попытки что-то с документами оформить, с эмиграцией в Америку и так далее. Нужно просто остановиться и сказать себе, это событие не влечет за собой никакое другое событие. Хотя наш мозг накручивает дальше и дальше, я теперь не устроюсь на работу, я буду снова искать, или я не буду жить в Америке и прочее. И вторая мысль, что я смогу повернуть ситуацию в ту сторону, куда мне будет нужно. Что бы ни произошло. Понятно, если фирма, куда человек собирался устроиться, закрылась, ну вообще закрылась, то в ней он работать не будет. И мы с вами здесь говорим не о магии, не о волшебстве, а о практичных вещах. Но если фирма есть, и если там отказали, даже отказали два раза, это ничего не значит. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно ничего не значит. Я вам скажу такую вещь, что в моей жизни, да, просто реальные события были. Я уже работала тестером, а в то время Microsoft еще не имел в Калифорнии ну, такого большого кемпуса. А Брэдман, естественно, в Сиэтле я не собиралась ехать. У меня тут недвижимость. Но я себе так думала, да, классно бы в Microsoft поработать. И я вот себе такой, как бы, задала такую задачку, что ли, не знаю, как сказать. Я сказала, если я буду работать в Microsoft, это будет конец моей карьеры в тестировании. Вот так я сказала. Проходит сколько-то лет, я попадаю в Microsoft, три года там работаю и понимаю, что вот это все. То есть вот такие вот вещи, они действительно, да, работают. Из-за меня таких примеров куча собственных на собственном опыте, то, что мысль материальная абсолютно. Причем, говоришь, эх, хорошо бы. Единственное, что здесь все-таки не все случается моментально. То есть люди говорят, как быстро, вот они тут, у них слово быстро. Быстро, быстро не получается, быстро не получается, это правда. Но оно получается. Да, и здесь мы переходим ко второй теме. Это вопрос скорости, вопрос вообще. Ну да, я управляю событиями, но когда? Через 6 год, когда мне тоже не надо. Это, знаете, это анекдот, когда человек приходит куда-то устраиваться, спрашивает, какое ваше главное достоинство? Он говорит, терпение. Ну, спасибо, мы вам позвоним там в понедельник. Говорит, спасибо, я подожду здесь. Ну и то же самое, сколько вам лет? Мне там 18, мы берем только с 20, я подожду здесь чуть дольше. Очень часто то, о чем мы мечтаем, то, чего мы очень хотим, то, в чем мы много раз обломались, для нас становится сверхважным. Человек, который проходит много собеседований, ему очень важно устроиться на работу. Человек, который поступает много раз в один и тот же вуз, ему очень важно устроиться в этот вуз. Женщина, которая пытается много раз сбеременеть или выносить ребенка, и в ней не складывается раз, два, три, для нее это становится сверхважным. И чем больше эта важность, тем дольше придется в этом месте стараться, чем дольше ждать, и тем дольше от нас желаемое событие. И вот это великая тайна, как остаться со своей целью, со своей мечтой, как хотеть того, что ты правда хочешь, и при этом не перегружать это в важность. Да, это очень важно. Это правда. Мы представляем себе обычно два варианта. Или я вот хочу в усмерть, как просто вот хочу, не могу. Это понятно, это знакомо. Мы это знаем про работу, про деньги, про детей, про личные отношения, как знаем, да, про секс. Или, значит, уже мне и не надо, и все, и я не очень хочу, и важности нет, вообще не хочу. Это нам тоже знакомо. Есть люди-пофигисты, которые или обломались в чем-то серьезно, или просто такие вот они по жизни выросли. Ни то, ни то не работает. Работает золотая середина. То есть есть моя цель, есть моя мечта, то, к чему я стремлюсь, но я стараюсь снимать с этого важность. То есть в этом месте быть чуть спокойнее. Есть для того свои инструменты. Мы когда-нибудь до них дойдем, в каком-нибудь сюжете это обсудим. Но вот сейчас мне хочется это обозначить просто, чтобы люди, у которых есть какая-то цель, и которым не получается пока ее достичь, обратите внимание на важность. Это перегружает нас. Это лишает нас энергии. Мы очень много чего-то в этом месте выдыхаем. И чтобы важность снизить, важно определить, чтобы важность важна, чтобы важность снизить, нужно определить, до какого места мы что-то делаем, где мы говорим, что, ну, я сделал все, что мог, и дальше я ситуацию отпускаю. Ну, это иногда бывает очень трудно сделать, на самом деле. Когда уже зудит сильно, да, очень трудно. Вот так хочу, что просто не могу. Ну, уже вроде сделал все, что мог. И уже вроде бы расслабиться, а все равно не получается. Ну, думаешь, ну, ладно, ну, все, ну, хрен с ним. Ну, вот если не получится, ну, тогда я уже что-нибудь, ну, я не знаю, прыгну с парашютом. Да? Да, да. Ну, оно и не получится. Да. Я в этом месте обычно привожу в пример вот игру в шахматы и шахматные часы. То есть, игрок, он сидит, он думает, какой ход сделать, и взвешивает разные варианты, просчитывает и так далее. Потом он делает свой ход, он нажимает кнопочку часов с своей стороны, и все. В этот момент он передал ход другому, да, сопернику. И он уже сейчас ни на что не влияет. Это время соперника, это время, когда непонятно, что будет. И вот так же важно в своей жизни, когда мы к чему-то идем, вот это место обозначить, то есть нажать кнопку часов. Я сделал все, что мог, теперь мячик на стороне у жизни. Абсолютно. И это работает сто процентов. Вот это очень важный момент, да? Это ситуация отпуская, и тогда уже очередь жизни запустить. Ну, а для того, чтобы это сделать легче, просто нужно свое внимание на что-то переключить, на что-то еще, да? Потому что, ну, что внизу дело. То есть сказать, я сделал все, что мог, я сделал все, что мог, я сделал самое лучшее из того, что я мог сделать, теперь ничего от меня не зависит. Теперь уже, как бы, мы перекинули действительно мячик на сторону жизни, и она должна каким-то образом ответить. Да, я согласна. Да. Хорошая помощь в этом, получается, за счет запасного варианта, то есть человек продумывает, а что будет, если вот, если будет по-другому. И тогда эту важность сбросить легче. Но это ключевой момент. Да. Ключевой. И по поводу собеседований, мне кажется, что здесь важно некое внутреннее отношение человека к этому процессу, к тому, что он делает. И перед очередным собеседованием я бы посоветовал поработать внутри себя. Во-первых, с целью, во-вторых, с важностью, и третье, вот эта вот модель, то, что я сегодня озвучил, то, что были отказы, ничего не означает продальнейшее. Абсолютно, это просто так так. Оно может быть как угодно, я смогу это перейти в любую сторону, туда, куда мне это будет нужно. Нас бьют, мы крепчаем только, это на самом деле тоже же не берется откуда-то, если не ломаемся. Я все же верю, что наш путь, который мы идем к нашей действительно собственной какой-то правильной цели, на нем нету блокирующих препятствий, я про это уже в прошлый раз говорил, что он так или иначе должен быть более легким. Ну, хорошо, хорошо. Мы ответили на вопросы? Ну, да. Ну, а вы что-то еще хотите сказать нам? Я хочу сказать про события, наверное, еще пару слов, про вот эту вот связку, которая нас держит и блокирует. Попробуйте вспомнить в вашей жизни те ситуации, когда событие, которое казалось плохим, обернулось чем-то хорошим потом. и наоборот. Событие, которое казалось хорошим, потом оказалось совсем неприятным. Просто наберите несколько таких ситуаций из вашей жизни, чтобы они у вас были где-то в памяти близко-близко. И в следующий раз, когда случается, например, какая-то неудача, вы сделаете ринг, соотнеситесь с тем событием и да, скажите, это было так же, мне так же казалось все ужасно, а потом я понял, что это повернулось по-другому. И это как палочка-выручалочка, она в моменте, в ситуации сразу у вас вытаскивает с этого дна. У вас меняется состояние, меняется ощущение и это уже дает возможность сделать некий шаг вперед. Просто соединить текущее событие с каким-то своим прошлым опытом. Такой опыт, я думаю, есть у каждого и не один. И сегодня это вас вытащит, а дальше можно делать уже другие шаги вперед и мы их еще с вами здесь будем обсуждать. Но я думаю, что мы тем людям, которые нам написали здесь вот эти вопросы, мы скажем вам спасибо и мы будем надеяться, что то, о чем мы сегодня поговорили, поможет им преодолеть вот эти обстоятельства и препятствия на их пути. И они все-таки сформулировали, какая цель у них главная, они все-таки ее добьются. Так что, друзья, успехов вам всем и мы с вами на этом прощаемся. Да, спасибо. Ну все, пока. До свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok